Дымоход встроен вот тут. В стену, да. Поплита у вас откуда запятнется? К Татьяне Чебачиновой домой пришли с проверкой. В первую очередь смотрит газовое оборудование. Проблемы ищут детектором утечки. По первому адресу специалисты неисправности не зафиксировали. Каждый год я заключаю технический договор с газовыми службами для того, чтобы, ну мало ли что, где-то загазованность, где-то что-то. Вот буквально в том году у нас вот этот вот основной вентиль прохудился. Вызвала службу, они мне его заменили. Сейчас вот 6 марта у меня будут заменять газовый счетчик, потому что уже закончился срок годности. Соседи Татьяны тоже следят за состоянием газовых труб и приборов. Однако у них специалист несколько недостатков все же обнаружил. Должно быть в свободном доступе и не обшито ничем. Должно быть на виду. То есть вот это нужно будет убрать. После осмотра газового оборудования с жильцами провели инструктаж по соблюдению правил безопасности и оставили памятку. За два месяца текущего года, 2023-го, у нас на территории города Пензы произошло более 60 пожаров. На этих пожарах погибло 4 человека. Основные причины пожаров – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, приборов печного отопления, приборов газового отопления. Доводить информацию до граждан еженедельно выходят сотрудники городской администрации, газовый и социальный служб, полицейские. Регулярно привлекают и пожарных. Они сообщают о необходимости соблюдения правил безопасности населению частного сектора с помощью громкоговорителей. Оставлены причинами пожара являются и осторожное обращение с огнем. Нарушение правил пожарных опасностей. При эксплуатации монтажей электрооборудования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова